Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Моя презентация посвящена то, на каком уровне, наверное, сейчас мы находимся. Что, так сказать, у меня 25 лет стажа, половина моей жизни посвящена хирургии молочной железы, и вот, соответственно, вопрос, к чему мы пришли. Или по-другому, почему так стало скучно посещать конференции по пластике груди? Я думаю, зал как раз очень хорошо это демонстрирует. Возможно, потому что одни и те же спикеры читают примерно одни и те же доклады, показывают одни и те же слайды. По поводу одни и те же спикеры, тут вот тоже, как бы, лет пять назад я хотел найти новые фамилии, я специально проехал большинство топовых мероприятий, и, к великому сожалению, большинство европейских международных мероприятий тащат одни и те же люди. То есть даже не то, что раз в пять лет, даже раз в десять лет новые фамилии не появились. Тем, конечно, ценнее то, что есть, но тем не менее, все равно обидно. Второй момент, почему одни и те же фотографии, вот тоже, то ли потому что так много ездят и нет возможности поменять что-то новое, какие-то новые фотографии поставить, либо это те пять удачных больных, которых получились красивые, которые обеспечили возможность ездить и показывать, так сказать, всю оставшуюся жизнь. А вот одни и те же доклады, когда читают, скажем, одни и те же докладчики, одни и те же доклады, ну, может быть, это как бы их погрешность. А вот когда разные спикеры читают одно и то же, это то понятие, которое, наверное, я бы сказал, застой. По большому счету, если сравнить конференции, мы, вроде, как бы, вот берем два кувшина, на одной конференции из одного кувшина с первого во второй, на второй конференции из второго в первый, но, в принципе, жуем примерно одно и то же. То есть, как бы, нет вызовов на данный момент. Почему это важно? Потому что хирургия с вызовами – это искусство, а без вызова – это ремесло. Это как мастектомия, когда операцию можно сделать на условных рефлексах, в принципе, выключив голову еще до захода в операционную. Нет того, что было в конце 90-х, когда мы там что-то новое находили и бежали быстрее в операционную, чтобы это воплотить. Но, может, я не прав. Есть ли вызовы, на самом деле, в реконструктивной хирургии груди на данный момент? Если посмотреть структуру реконструктивных операций, то стойкое первое место, безусловное первое место, больше, чем две трети – это двухэтапная реконструкция. Ну, наверное, потому что бесспорные плюсы – это максимальная эффективность, потому что есть, возможно, дермоотензии, миотензии, формирование складки. При минимальных проблемах меньше процента ишемических осложнений, то есть меньше процента экструзий. Помните, пять элементов успешной реконструкции молочной железы по блондилу, пятно, конус, кожный чехол, соскуолярный комплекс, инфрамамарная складка. Что считается, когда мы все это сделали? По инфрамамарной складке, я считаю, есть элемент позитива, потому что, как ни странно, большинство возрубежных спикеров либо вообще не заморачивается по поводу нее, либо демонстрирует вот такие примерные результаты. Вот последняя фотография – это в прошлом году на Москва Брестмитинге, то есть это не то, что какое-то старое, так сказать, старое видео. Я же не говорю о том, что тот доктор, который демонстрировал формирование данной складки рассасывающим материалом, понятно, что через 3-4 недели с этой складки не будет. Но даже бы, если она осталась, трудно назвать вот такую складку, так сказать, хорошим эстетическим результатом. Я не даже не знаю, как оценит эта пациентка, но мне, как хирургу, такие результаты бы однозначно ломали. Поэтому, конечно, у нас в России в этом плане определенный позитив. Во-первых, потому что мы, в принципе, обращаем внимание на такое важное анатомическое образование, как инфрамамарная складка. Во-вторых, я считаю, наш способ формирования складки наиболее эффективный и наиболее в косметическом плане выигрышный. Но, тем не менее, даже если мы все сделали правильно, все вот эти 5 элементов успешной реконструкции молочной железы, можно ли назвать реконструкцию успешной? Вот данная пациентка после мастэктомии, инфрамамарная складка, пластика соска, конус, вроде все элементы сделаны. Но если посравнить 2 молочной железы, нет самого главного, нет симметрии. Если считать, что реконструкция молочной железы – это возвращение к исходному состоянию, то есть мы, по идее, должны воссоздать ту грудь, грудь, которая она была. На самом деле мы формируем другую грудь. Мы не делаем ту грудь, которая была. И симметризирующая операция – это не опция. Это нам приходится делать операцию на другой молочной железы, потому что мы не в состоянии воссоздать ту грудь, которая была. Не все контролтеральные молочные железы выглядят к моменту операции, так сказать, не очень хорошо. И не все пациентки хотели бы ее делать. Мы это делаем только для того, чтобы добиться какой-то симметрии. Поэтому конечным итогом любой пластики молочной железы должно быть достижение симметрии молочных желез. Не должна каждая грудь выглядеть по-своему. И когда после этого, как правило, мы показываем такие фотографии, вот смотрите, вот когда мы добились данной симметрии, и только после этого, условно говоря, можно назвать реконструкцию успешной. Либо вот такой, например, на слайд. Все бы хорошо, если бы, наверное, это оставалось на долгие годы. Но как вот есть фильмы, которые заканчиваются свадьбой, вот это хэппи-энд, или на самом деле все только начинается, так и с реконструкцией. Когда мы показываем такой результат, на самом деле это ведь элемент, так сказать, лукавства. Потому что через какое-то время та симметрия, которая была, она на каком-то этапе пропадает. Потому что симметрия и недолгая, и условная. Мы делаем разные груди. И реконструированная молочная железа, и здоровая со временем ведут себя по-разному. Будь то делаем мы аугментацию здоровой груди, либо, так сказать, пиксию, все равно здоровая молочная железа со временем начинает проседать, в то время как реконструированная молочная железа, она стабильна в своем результате. То есть каждая грудь начинает быть хороша по-своему. Кроме того, симметрия условная. Вот если посмотреть, правая молочная железа здоровая, левая реконструированная. То есть по поведению молочных желез они разные. Нет такой здоровой подвижности, как в здоровой молочной железе. Если считать, в эстетической хирургии считается, что молочная железа не близнецы, а сестры, то в реконструктивной хирургии они даже не то, что там не близнецы, они даже не родные сестры. Скорее, сводные, а может даже и не родственники. Соответственно, какие вызовы перед хирургом в таком случае? Либо создать какие-то условия для патозирования реконструированной молочной железы. И вот многие говорят использование гладких имплантов. Но гладкие импланты – это круглые импланты. Соответственно, пуш-ап эффект. И никогда мы здоровый грудь не подтянем до такой степени, чтобы у нас было наполнение верхнего контура. Второе, почему-то гладкий имплант – это самый мягкий гель. Если считать, что в реконструкции молочной железы мы должны быть избыток кожного чехла для эффекта патозирования груди, то высокая вероятность, что имплант у нас сложится. Кроме того, гладкая оболочка – это отсутствие сцепления с окружающими тканями, это разработка импланта. Если, скажем, в анатомии у нас была проблема ротации импланта по оси, то при гладких имплантов есть проблема ротации по плоскости, когда импланты переворачиваются спереди-назад. Ну и самое главное, все это на самом деле работает на протяжении времени или только до той поры, пока не формируется капсула. Потому что если капсула сформировалась, происходит ли дальнейшее патозирование молочной железы или нет? Вот Бог его знает. И второй вариант – это попробовать стабилизировать здоровую грудь. То есть вот эти вот внутренние бра, то есть идея эта старая, либо система Орбикс, либо как сам Пайя Гоис подшилает просто сетку. Трудно сказать, как тут вывести симметрию, и очень много подводных камней, но это бесспорно вызов. Попробовать стабилизировать здоровую грудь. Либо третий момент – понять, что симметрия невозможна, стойкая, и как бы признать свое поражение и сделать просто подкожную мастектомию здоровой груди с двухсторонней реконструкцией. Ведь профилактическая мастектомия – это не предложение онкологов, хотя, по идее, от нас оно должно идти. Это предложение пластички хирургов. И я думаю, тут два момента. Первое – это как раз-таки все-таки достижение стойкой симметрии, а второе, так сказать, ну, конечно, это дополнительная работа. Потому что у нас в онкологии, вы знаете, что, в принципе, считается лампектомия с частотой резекционных линий один миллиметр отступа. В принципе, можно считать операцию условной. Поэтому трудно объяснить, если мы оставляем здоровую грудь, вернее, больную грудь, где был рак молочной железы, и как-то объяснить, что мы должны профилактически убрать здоровые. То есть онкологически – это не совсем обоснованная операция. Одноэтапная реконструкция. Есть стойкий тренд на увеличение количества данных операций. И даже такие апологеты, как Маурица Нава, Рой де Вита, которые всегда говорили, что двухэтапность – это всегда лучше, чем одноэтапность, даже они стали доделать даже презентации, мастер-классы проводили по одноэтапной реконструкции. Почему? Что, так сказать, обуславливает тренд на одноэтапность? Ну, во-первых, конечно, как мы стали делать мастектомии. По большому счету, процент настоящих радикальных мастектомий у нас, так сказать, упал. То есть в любом случае присутствует тот или иной степень кожесохранения. Очень часто к моменту мастектомии нам, в принципе, кожу растягивать не надо. Кожу надо достаточно. Большинство наших мастектомий носит характер подкожных. Второй момент – расширение мышечного кармана. То есть нет необходимости миотензии. То есть мы можем, как вот в эстетической хирургии, субпекторальный карман, дуал-плейн, субглиндулярный карман. Есть такой тренд и в реконструктивной хирургии. Либо расширение мышечного кармана ТДЛ, либо лоскуты перевертыши. Аналог дуал-плейн, использование ЭДМ и сетки. И вплоть до того, что препекторальная установка. Я всегда говорил, что препекторальная – это ошибка, когда имплант под кожей. Но на самом деле, как показывают результаты, в принципе, делать можно. Я не говорю, хорошо или плохо. Можно. И второй вопрос. Это определенные показания, либо это мастерство хирурга. Но тем не менее, препекторально устанавливать имплант можно. И самое главное, наверное, что способствовало продвижению одноэтапных реконструкций, это биопсия сигнальных лимфузлов. Как ни странно, как взаимосвязаны две вещи. Во-первых, вы знаете, при подкожных маскотомии есть проблема ишемических осложнений кожи. Некоторые спикеры доказывают до 40%. Потому что при лимфатической диссекции радикальной, как правило, перебивается всего магистральный кровоток. При биопсии из листежевых лимфузлов мы основное кровоснабжение кожи, молочный железо оставляем, меньше риск потери рецепиентной кожи, соответственно, это тоже способствует одноэтапности. Второе. Лучшая лимфодренирующая функция раны и меньше рневая полость. Нет субстрата для серома. Кто делает профилактические мастертомии, знает, что они всегда текут гораздо лучше, чем после радикальных мастертомий. Ну и третий момент. Не нужно мучиться делать лимфатическую диссекцию из неудобных разрезов. Я помню, на одной конференции был вопрос, можно ли из инфромамарного доступа сделать акселярную лимфатическую диссекцию. Можно. Неудобно, но можно. Хотя вот тут вот эту операцию делал доктор Райдевитто. Вот тут плохо виден рубец в нижнем отделе. Он его позиционировал в субмамарной складке. Но, так сказать, рубец вылез на кожу. Совсем не факт, что где, откуда мы делали, там он и останется. Когда же мы делаем биопсию с ржевольным фузломом, в принципе, этот вопрос не особо ломает, потому что нам не надо мучиться, как делать операцию из неудобных разрезов. Поэтому одноэтапная реконструкция – это бесспорно вызов. То есть, если двухэтапности мы достигли определенного потолка, и дальше некуда же двигаться. Все, мы максимум достигли. Поэтому следующий вызов – попробовать это все сделать в один этап. То есть, не делить на две операции, не мучить пациентку, так сказать, ложиться второй раз на стол. Единственные два вопроса – эффективность и безопасность. То есть, эффективность – состояние ли мы решить все проблемы, но, опять же, это та же банальная субмамарная складка. Можем ли мы, скажем, при одной этапности сделать ее так же хорошо, как при двухэтапности? Не когда мы ее сохраняем, а, скажем, когда приходится разломать. И второй момент – даже если мы эффективно в состоянии воссоздать все элементы, как при двухэтапности, насколько это будет безопасно. То есть, не увеличить это количество экструзии имплантов, то есть, насколько они сопоставимы. Но если, условно говоря, мы можем сделать все то, что мы делали при двухэтапности за один этап, это бесспорно, конечно, это лучше. Кроме того, однозначно мы эту операцию должны делать как при эстетике. То есть, в эстетической кирургии есть, так сказать, ареолярный разрез, информамарный и акселярный доступ. В идеале мы должны в реконструкции прийти тоже к этим трем доступам. То есть, рубцы – это стигматизация. Пациентка помнит о том заболевании, о диспансере, которые были. Желательно, за счет того, что мы научились делать и форму, и объем, все у нас хорошо, желательно уходить и от рубцов. Понятно, что совсем отойти не можем, но мы можем их переместить в эстетические приемлемые зоны. Поэтому не только одноэтапность, но еще и перемещение рубцов, и сокращение рубцов, и перемещение рубцов, так, чтобы пациентка максимально забыла о своем диагнозе. Кроме того, одноэтапность – это отсутствие эффекта отсроченной реконструкции. Когда мы говорим пациентке, что мы делаем ей реконструкцию, ставим экспандер, на самом деле мы же лукавим. Она не проснется завтра с красивой грудью. Она как минимум полгода должна сходить вот с экспандерами, и это вообще ничего общего с грудью не имеет. С одной стороны, да, пациентка примерно привыкает к этому виду, она более терпима к эстетическому результату, но тем не менее, и она полгода должна сходить с таким результатом, который вообще никакое отношение к реконструкции не имеет. Но даже если мы все сделаем правильно, даже если мы научимся делать одноэтапно, эффективно, безопасно, с хороших зон, тем не менее, это все равно реконструкция с имплантом. Имплант – это химия, это не идеальный наполнитель. Это в любом случае будет, как я уже показывал, проблема с симметрией, с провисанием в последующем, с консистенцией, с очищением. Поэтому это все равно не идеальный способ реконструкции молочной железы. Лоскуты. Как вы помните, первую реконструкцию молочной железы вообще была предложена – это свободная пересадка липомы. Вот по идее, если можно было кусок жира взять и заместить в подкон жировой, так сказать, это была бы идеальная реконструкция, все было бы замечательно. Но, к сожалению, так нельзя. Мы должны этот кусок жира как-то ревоскулизировать. Тут два варианта. Либо использовать ножку, но я считаю, что это однозначно, так сказать, неправильно, потому что в свое время мы отказались от мастектомии по холстеду, хотя большая грудная мышца, она же не сильно функциональна, и она не сильно увеличивала процент лимфоден. И то мы считали, что для мастектомии это неприемлемо, и мы стали ее оставлять, и как потом уже не показалось, что можно. Поэтому я считаю, для реконструкции портить ту или иную мышцу, будь то прямая мышца живота, или убивать спину ТДЛом, это не совсем цель, оправдывая средства. Поэтому, если мы сейчас на данном этапе говорим про лоскуты, это, конечно же, микрохирургия. То есть микрохирургическая воскулизация с снижением морбидности наших операций. Не нанесение тяжелых физических увечий пациента для реконструкции, потому что реконструкция – это реабилитация. То есть если мы в онкологичке отказались травмировать женщину, так сказать, повреждая мышцы, мы не должны это делать в реконструктивной хирургии. Другое дело, что микрохирургия – это тоже вопрос. Если, скажем, экспандер мы можем поставить в любой ЦРБ, то микрохирургия – это даже не каждый диспансер. Ну, как минимум, это определенное обеспечение. Вот тоже понятно. Это определенное обеспечение, то есть это микроскоп, инструментарий, либо, Наталья Анатольевич, кто мне скажет, что это, или все-таки это удел определенных избранных хирургов. То есть если мы, например, сделаем национальную программу, мы все диспансеры обеспечим, так сказать, микроскопами, сделает ли это взрыв, так сказать, увеличит ли количество дипов в нашей стране, или все-таки это все равно будут делать отдельные хирурги. Лоск – это, конечно, бесспорное преимущество. Мы ставим его на мышцу, потому что анатомический грудь на мышцы. Имплант под мышцу мы ставим только для того, чтобы там контуры снизить, сделать там, уменьшить процент экструзии и так далее и тому подобное. Но анатомический грудь должна быть на мышце, и это способствует в последующем, потому что препректорально лоскут будет со временем провисать, и, соответственно, больше шансов, что молочная железа в последующем, вернее, реконструированная молочная железа в последующем будет себя вести естественным образом. Но, но, хотя многие говорят, что лоскут, так сказать, позволяет моделировать его, уменьшать и так далее и тому подобное, к сожалению, это не конвертируется в хороший косметический результат. Очень редко. Я был в одной клинике в Германии в течение недели, которая позиционирует, что они делают больше 200 дипа в год, они на самом деле ежедневно делали по одной, по два дипа, но за эту неделю я единственный хороший косметический результат видел у одной пациентки, и то у нее стоял экспандер. То есть, к сожалению, микрохирурги выгорают, у них больше радости, вот лоскут пересадили, он кровит, ревосклерин, как здорово, и на этом все, зашивайтесь, я ушел. Есть один замечательный хирург, который приезжает к нам сюда много лет. Я же не говорю про там, про за рубежом. Мы эти пять фотографий, которые он показывает, уже я наизусть знаю, когда они вылезут. То есть, вопрос, больше не получилось, что ли? То есть, вот, то есть, лоскут, реконструкция с лоскутом, это еще не факт, что получится очень здорово. Это, то есть, реконструкция молочной железы, это не способ доставки того или иного, это смоделировать в конечном итоге грудь. Но можно за счет того, что операция очень длительно идет, как правило, хирург уже не доживает до самого этапа. У нас был молодой коллега из Рязани на недельной стажировке, и вот он ходил-ходил, спарил, так сказать, импланты, экспандеры, и вот он попал на ДИП, и вот он после операции вот вышел, и что-то вот ходит задумчивый, и как-то вот ходит-ходит, и пробил ко мне, подошел, и так, а зачем нужно делать такие операции? ДИП я имею в виду. Вот я тоже подумал, зачем нужно делать такие операции? Вот на что я ответил. Ну, во-первых, это круто. По принципу, а вы делаете ДИПы? Да. А сколько? Ну, 3-4 раза в месяц. Вы молодцы. А вы делаете нет? Ну, как же так? Какой же вы приличный человек, если вы не делаете ДИПов? То есть, это примерно то, что мы делали при травмах. Вот в конце 90-х годов мы считали, что это круто, делали операции сотнями. Потом элемент крутости ушел, соответственно, мы перестали делать травмы. То же самое примерно с ДИПов. Сейчас пока элемент, условно говоря, что клиника крутая, если она занимается микрохиругией. Второй элемент, люблю сложности. Но слайд про садомазохизм я уже показывал, как бы говорить об этом не буду. И третий момент, это хорошо оплачивается. Тот, что профессор Андре, который говорит, что если его клиника при реконструкции ДИПом получает где-то там около 17 тысяч евро, при экспандере 4,5. Понятно, если бы у нас были такие цены, так сказать, я не говорю, конечно, по медицинским показаниям, может, это некорректно пациентку, но тем не менее, если на самом деле клиника бы зарабатывала неплохие деньги, то, например, те же 17 тысяч евро, вы, наверное, еще с самолета бы не спустились, когда к вам подошел главный врач и сказал, надо делать микрохиругию. Поэтому, когда говорят, что Лоскут – это золотой стандарт реконструкции, я вставлю в кавычки под большим вопросом, потому что даже в Соединенных Штатах ДИПы – это 7-9%. Золотой стандарт – это то, к чему мы должны стремиться. Если мы считаем, что это замечательно, самый лучший способ реконструкции, значит, мы все должны к этому идти и все стараться это делать. Не может быть операцией, которая занимает одну десятую часть всех наших реконструкций быть золотым стандартом. Пластика сосково-волярного комплекса, так называемая жирная точка реконструкции, считается, ей мы заканчиваем операцию. Но, несмотря на то, что операция достаточно простая, вроде методик много, но чаще всего так или иначе используют трехлепестковый Лоскут в тех или иных модификациях и тату-ореолы. Но, тем не менее, есть существенная проблема. У нас и так при реконструкции молочная железа имеет не конус, а она немножко приплощенная. И когда мы делаем еще плачку соска, мы этот пон еще более уплощаем в грудь. Вот, скажем, поскольку у меня большой опыт делать мастер-классы, я как опытный актер примерно знаю, в какой части, какие возгласы будут. Вот бывает, когда вау, а когда просто молчат. Вот плачка соска – это тот момент, когда хирурги смотрят, ну, просто молчат. Потому что я не могу сказать даже, что это мне нравится, я понимаю, что это и другим не нравится. Поэтому, несмотря на то, что это вроде простая операция, но, тем не менее, это нерешенная проблема. И кожа не является формообразующей, она не держит, так сказать, контуры. Если еще жировая клетчатка есть, еще куда не шло, из кожи сосок сделать не надо, он уплощается. Да, мы можем за счет 3D-татуажа как-то выделить это все, но это камуфляж, это не истинный сосок. То есть сказать, что у нас с соском проблем нету, никак, так сказать. Ну и с татуажем. Вроде тоже достаточно просто, но все равно ореола выглядит не совсем естественно. Никаких из преимуществ, когда мы делаем свободную пересадку кожи. Вот эта вот операция, которую в прошлом году у нас делал мастер-класс по пластике соска доктора Фархади. Тоже альтернатива, но я не могу сказать, я не могу сказать, что мне вот такой результат нравится, что он имеет преимущество при тату. Поэтому вроде бы пластика соска – это жирная точка реконструкции, на данный момент я считаю это жирная клякса. Это нерешенная проблема. Это то, чем надо заниматься, это то, что мне нравится. И вот эта альтернатива делать накладные соски, хотя они визуально выглядят замечательно, но вопрос, где кончается накладной сосок и начинается накладная грудь – вот тут вот вопрос. То есть либо все настоящее, либо, условно говоря, вот эти вот полумеры, они… Поэтому, еще раз, реконструкция молочных желез, где мы сейчас? К чему мы пришли через столько лет? Ведь мы много работали. Вот если сравнить, как я бы как бы из Казани вышел в Питер без карты и направления, и через много-много лет мы тарс, выйдя на берег японского, так сказать, моря, понять, что да, это край страны, да, я у моря, да, я на берегу, но это не Питер. Так и с реконструкцией. Примерно то же самое. Все мы примерно рассказываем различные способы реконструкции. Почему? Наверное, потому что мы говорим о том, что в наших руках, что у нас лучше получается, о том мы и говорим. Но это говорит о том, что мы не приходим к общему знаменателю, потому что нет одного способа реконструкции, который бы удовлетворял нас всех. То есть нет такого ощущения, что вот мы идем правильной дорогой, и осталось два-три шага, и Ларчик откроется. Я вообще как бы сказал, как сказать, туда ли мы пришли. То есть нет идеального способа реконструкции на данный момент. Поэтому единственное, о чем мы можем сказать, к чему мы пришли в плане реконструкции, наверное, это лучше, чем ничто, ну или это лучше, чем экзопротез. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, спасибо большое, Артур Халидович. Уважаемые коллеги, вообще мы планировали дискуссию в конце вот этого первого блока, но по опыту, в общем-то, народ забывает вопросы, которые хотел задать тому или другому спикеру, и Петр Владимирович разрешил после каждой презентации все-таки один-два вопроса задавать. Есть у кого-то вопросы в зале после такого эмоционального доклада Артура Халидовича? Я думаю, что должны быть вопросы. Ни у кого нет? Не проснулись еще? Ну я тогда, если можно, спрошу. Что же все-таки делать? Не делать вообще реконструкции? Или что-то все-таки пытаться искать? Не, ну как я сказал, это все-таки лучше, чем ничто. Делать-то надо, делать-то надо. Но другое дело, что те вызовы, которые я сказал, это то, что еще позволяет где-то двигаться. Так сказать, одноэтапность. Конечно, заниматься микрохиругией, но у меня нет стойкого ощущения, что это все-таки... Артур Халидович, тогда вот как вы считаете, так скажем, реконструктивный этап операции, он, в общем-то, направлен на социальную реабилитацию нашей пациентки. И, в принципе, все шкалы оценки наших результатов, например, вот Брест-Ку, он, так скажем, основан на оценке пациентами результатов. То есть, в принципе, мы, конечно, как хирурги тоже хотим, чтобы нам нравился тот результат, который мы получили. Но, в принципе, это делается для пациентки и оценивает результат пациентка. И, так скажем, все-таки эти данные не секрет. Вот по всем этим опросникам Брест-Ку оптимальные результаты все-таки выше процент при аутотканях, при ДИПах. Ну, тут, знаете, при опросниках, несмотря на то, что они должны максимально объективизировать, каждый хирург, как правило, получает те результаты, которые он хочет получить. Так ведь? И, скажем, при Брест-Ку разница между ДИПах и ТРАМах вообще, так сказать, Рано докладывал, что само по себе быть не может, потому что ТРАМ гораздо более морбидная операция. Потом второй момент, если вот сказать, что на самом деле пациентке дает достоверное улучшение качества жизни, мы же сравниваем мастектомию, то есть без груди и с груди. Понятно, что женщины, так сказать, будут. А вот если бы мы сравнивали с грудью и с реконструкцией, даст ли они такое же, так сказать, улучшение качества жизни? Вот Бог его знает. Потому что все-таки своя грудь – это своя грудь. Если бы все-таки… Вот просто представьте ситуацию, если бы на самом деле органосохранные операции были такими вот беспроблемными, и мы могли условно обычной лампектомией решить все проблемы, реконструктивная хирургия бы просто умерла бы, просто эволюционная. Мы ее делаем, потому что у лампектомии там есть куча вопросов, которые мы не решили, там то, второе, третье. Но по большому счету, если бы у женщин была альтернатива не удалять грудь, ничем не рискуя, я не думаю, чтобы они удаляли, как бы замечательно, мы грудь потом не восстанавливали. Хотя, конечно, мы восстанавливать научились неплохо, то есть мы прошли эти 25 лет не зря, то есть наши результаты очень хорошие. Но, к сожалению, вот я, так понимаю, я-то уперся. Я всегда считал, что реконструктивную хирургию нельзя стандартизировать. Вот через много лет, я так понимаю, это все равно набор стандартных движений, я примерно знаю, что примерно получится, и я примерно понимаю край, в который я уперся, и дальше уже двигаться не могу. Спасибо большое, Артур. Спасибо. Спасибо.